всем привет сегодня маленькое видео о том как интегрировать ваттметр к солнечному контроллеру со стороны солнечной батареи и при этом чтоб у вас не было вот такой проблемы каждое утро также можно запитать подобная схема и питание от аккумулятора то есть в сторону аккумулятора во первых еще раз повторюсь что где source это мы сюда подключаем источник напряжение тока где лод у нас подключается нагрузка соответственно либо аккумулятор либо контроллер не помню там записывая нет но когда тестировал трейсер у меня каждое утро приходилось вставать и первым делом сбрасывать оба ваттметра потому что накопленную общую энергию не мог посчитать из-за того что происходило такая билиберда с одним ваттметром именно который со стороны солнечной батареи стоит по-хорошему конечно можно обойтись и просто с одним ваттметром в сторону аккумулятора но порой как бы многие интересуются что же влетает солнечного контроллера и что вылетает попутно хочу вам также сказать по поводу контроллер с функцией мппт и пвм как определить хороший пвм и хороший мппт суть заключается в том что контроллеры у нас вырабатывают напряжение ой принимает напряжение и отдают сторону аккумулятора мппт незадействованное напряжение преобразует в ток и увеличивает ток соответственно выходной в сторону аккумулятора и мы получаем немножко выше под показателем тока по сравнению с пвм но мппт мы уже поняли с вами с прошлых видео обзоров контроллеров есть функция преобразования есть без этой функции и как определить достойный ли ваш контроллер вашей системы или нет самый простой способ это подключить два одинаково настроенных ваттметра к сожалению ваттметры которые пошли нового образца регулировки не поддаются которую мы наблюдали с вами из прошлых обзоров из самых начальных обзоров где там можно было настроить два регулятора по двум регуляторам напряжение показания и тока в данном же варианте у нас либо приблизительно можно вычислить это все дело при этом стоит заранее посмотреть все таки на параметры какие на одном и том же аккумулятор и какие параметры показывает ваттметр либо с очень дорогой вариант это по методам подбора сразу скажу на 20 штук получилось выбрать 3 то есть и не можно представить примерно какой процент идет неверных показателей есть еще очень сложный способ это путем подбора сопротивления сопротивления там идут те кто встречался с arduino они в курсе то есть можно поштудировать ваттметры схемы ваттметров да и понять что там идут резисторы в обвязке и вот эти резисторы как раз нам и нужно подбирать то есть если вы правильно подбираете резисторы по классу точности то есть может быть такой шанс что 90 процентов у вас будет один в один показатели но не факт также очень сильно влияет на пайку то есть какой китаец чё паял то есть это очень сильно влияет так что тоже стоит обращать на это внимание и так по поводу еще контроллеров самый идеальный показатель когда у вас 2 ваттметра одинаковых сто процентов вы ставите один на вход солнечной батареи один на сторону аккумулятора вот нас вообще не интересует ну меня по крайней мере точно не интересует то есть меня интересует вот только вот эти четыре провода это аккумулятор это солнечная батарея и какая у нас будет между ними разница если входной ток посчитая по тем батареям которые у вас установлены здесь вот по входу равен сумме токов ваших батарей выход показывает тот же самый ток это хороший м ой пвм контроллер то есть где выходной ток именно ток не напряжение либо равен сумме ваших батарей току по входу и по выходу то есть вот здесь вот вот на этом промежутке это и значение должны быть при среднем уровне заряда там где-то 50 70 процентов не должны сильно отличаться в хороших пвм контроллерах вход и выход равны контроллер работает именно за счет невостребовательного напряжения то есть вход у нас составляет 17 половиной вольт примерно с 12 вольтовой панели соответственно 12 18 с половиной до с 24 получается 35 примерно вольт то есть соответственно 35 вольт входит на 24 вольтовую до систему выходит у нас всего там 28 вроде 28 8 всего должно быть на аккумулятор эти и соответственно проседает вход до этого напряжения то есть получается у нас тупо открывается канал до транзистора и входное напряжение просаживается на напряжение аккумулятора и соответственно вот то напряжение которое максимальное якобы которым мы можем снять мы его не снимаем mppt контроллеры они преобразуют вот это вот незадействованное напряжение я уже говорил в ток соответственно на входе солнечные солнечных батарей мы видим например ток 1 например 3 ампера да или действия на выходе мы видим другой топ 4 ампера тире если там больше у вас там зависимости от того что 20 30 процентов как говорится но на самом деле там около 10 процентов это уже хорошо то есть если входит у вас 10 ампер на выходе вы получаете 11 ампер в лучшем случае там 12 13 ампер это уже достаточно дорогие контроллеры и в принципе не все контроллеры могут этим похвастаться им требуется там батареи как-то по-хитрому соединять но это уже сути не меняет то есть для моих экспериментов я очень часто использую ваттметры именно с одними показателями но для того чтобы повысить как бы для себя вот этот класс измерения мощности то есть от разной погоды чтобы у нас вход и выход сильнее различались нужно независимо подключать обязательно 2 ваттметр то есть 1 ваттметр 2 на аккумулятор и так при включении утром например у вас с пониженного напряжения вот такая полоса данных происходит это на всех новых идет как можно избавиться во первых не считая этой платы это у нас просто читает солнечным идет и от солнечных контроллера до без вот этого преобразователя единственный вариант это отключить от контроллера отключить от солнечной батареи и потом все это дело обратно подключить тогда мы избавляемся от этой проблемы то есть у нас появляется ваттметр написано и соответственно данные и все у нас в принципе хорошо второй вариант это использует такую схемку это 10 10 понижающий преобразователь которые часто уже использовать начал своих системах для меня это просто самый простой преобразователь который можно подключать ко всему что работает в пределах до 12 вольт соответственно там 5 вольт 4 вольта любые зарядки можно напрямую подключать через это устройство просто отрегулировав нужный ток и так если же вам надо сохранить эти данные рекомендую использовать 10 10 преобразователь у ваттметров с обратной стороны ну тут со стороны source в данном случае да но может быть наоборот на всякий случай так предупрежу есть три таких вот дипа все такое гнездо и там три у нас есть контакта первый контакт это у нас минус идет туда же рисочка такая есть типа треугольничка полу треугольника такого второе средний идет это плюс крайне идет это съем данных то есть по идее можно данные снимать путем там интерфейса tx передачи данных и там как-то на компьютере через терминал это все дело просматривать ну это там для особо одаренных как бы я в это не лезу я уже этим давно уже не занимаюсь мне сейчас просто не интересно это все возиться был бы помоложе в принципе было бы проще я сделал вот таким вот образом через понижающий преобразователь выставляем напряжение минимум 5 вольт потом подключаем его к ватметру именно не подключенном состоянии лучше делать вечером и плату обязательно не перепутайте плюс минус чтобы не спалить не ватметр то есть подбирайте провода по цветам там синий красный черный красный если заметили звук есть такой вентилятор на столе работы то что здесь вообще не возносимая жара и отсюда ролики как бы я толком не снимаю попытался без света попробуйте снять ролик и в итоге подключил ватметр криво и он меня взорвался после чего я получил ожоги где-то где-то вот эту плату на тут лежит ребята я был в шоке просто шоке ну плюс с минусом перепутал бы всякое бывает тут просто на аккумуляторе даже у меня провод припаян точно такой же вот оранжевый оранжевый припаян это на звонок я взял просто аккумулятор думаю как можно перепутать провода красный к оранжевому в итоге что-то жарим такая в итоге припаял наоборот красный к черному черный красному и после чего у меня произошел бабах то есть у меня тут электролит выбило ну и плату замкнула это я к тому что делайте внимательнее потому что дыма было очень много то есть мне пришлось на час из комнаты просто уйти электролит был свеженький я это оценил своим здоровьем и ожогами то есть выставляем 5 вольт далее нам потребуется небольшая калибровка если обратить внимание на циферки тока то есть они этой рукой задел хорошая земля и как видим они колеблется настраивается таким образом то 0.1 то 0.3 и в итоге вот набегает ампер часов настраивается таким образом просто понижаем напряжение питания ваттметра потихоньку понижаем пока значение у нас не перестанут прыгать как только значение перестали прыгать уже после этого вы можете обнулить ваттметр и производить более точное измерение случайно это обнаружил то есть это в принципе плюс потому что многие тоже заметили что покупая ваттметры ток так скажем скачет не обращайте внимание на то что дисплей там не совсем ярко горит то есть при подаче питания дополнительного от солнечным например сторону контроллера или от контроллера в сторону аккумулятора дисплей будет гореть и гораздо ярче контроллер до аккумулятора я уже говорил можно в принципе питание дополнительно не ставить но вот от солнечной до контроллера я бы на вашем месте ставилась и кому-то интересно также данная фишка будет интересно тем у кого контроллера без дисплеев то есть гораздо приятнее видеть что у тебя влетает и что вылетает на дисплее до счетчиками нежели смотреть на обычный черный корпус до например вот этот мппт и при этом делать какие-то выводы то ли батареи повернуть до под углом то ли их протереть то тут недавно была такая фишка что у нас в последнее время третьей неделе жары и очень много пыли их насела на батареи я смотрю так на систему 20 там 19 ампер думаю ну ладно неделю смотрел что-то ток не поднимается короче вышел посмотрел на солнечное оказывается они в слое грязи и пыли стоят солнце шпарит а батареи грязные пришлось помыть после этого ток до 25 там 26 край 27 ампер поднялся но это очень мало это уже потом я как-нибудь скажу про ускоритель то что его надо все таки не ставить неправильно снимается мощности со всех батареи суммируется то есть под нагрузкой работа то есть вот таким вот способом питания данной схем можно тонкими проводами пустить именно непосредственно на сам аккумулятор можно для защиты себя же вот чтобы не было такого же случая как у меня поставить обычный амперный предохранитель можно если найдете меньше поставить там 200 миллиампер тут питание схемы питание ваттметра много не жрет потом напряжение которое например я получаю час в данном случае заливается на ваттметр чтобы он работал составляет 4 и 4 вольта то есть у каждого но может быть разная зависимости от погрешности ваттметра это в принципе тоже нужно учитывать так ну и все наверное а вот по поводу этих проводах проводов я использую вот такие вот кабель переходнички это на ардуинку идут очень удобные в принципе стоит копейки или в принципе можно есть усилители там аудиотехника там бывает вот такого же плана еще где-то было бывает прям разъем вот такого же плана можно взять просто тупо откусить например две ножки то есть одну мы выкусываем полностью до 2 у нас остается и вот от них запитывается то есть я раньше так делал бывают такие переходнички такого плана то есть откусываем одну что две остались и запомнили что красный это плюс красных плюс в центр крайний от проводов вот сюда это минус то есть вот минус и вот здесь у нас не задействованный контакт это съем данных и у вас получается нормальный счетчик у которого не будет изначального глюка который я уже показывал значит он в начале видео и на этом пожалуй все всем удачных интеграции и измерения ваших систем подписываемся на канал всем пока